Вот вспомните, вы все учились в школе. Кто недавно был в пятом классе? Поднимите руки. Вспомните, с какой темы у нас начиналось природоведение? Ну, открыли, вот вспомните. Круговорот воды. Татьяна Галанина одна была в пятом классе. И очень недавно, да? Точно. Это был круговорот воды в природе. И мы тогда уже понимали, что это что-то нечто глобальное, масштабное. И что вот из-за этой воды, собственно, все и происходит. Но эта вода у нас так и осталась водой в природе. Когда она переходит в снег, лед, вода. Вот сейчас мы знаем, что это четвертое состояние есть. И, в принципе, нам надо было бы начинать медицину с того же самого. Круговорот воды, но уже не в природе, а в организме. Потому что не бывает отдельно взятых жидкостей. Не бывает. То есть все жидкости, это практически одно и то же. Они все из одного места начинаются, в одном месте заканчиваются. Они все текут. Они все каждую секунду перетекают и становятся то одной, то другой жидкостью. Они абсолютно различны по составу. Но это единый круговорот воды в организме человека. И если мы отдельно рассматриваем слезы, например, которые являются самой плотной жидкостью в организме. И когда мы плачем, они нас практически спасают от адреналина. И отдельно мочу, которая выделяется, то мы между ними ничего общего не находим. Но на самом деле это одна и та же вода. Просто у одной воды функция спасать нас от гормонов, а у другой воды функция спасать нас от яд. Если мы думаем, что кровь и лимфа, это разные жидкости, они текут по разным магистралям, то мы глубоко ошибаемся. Каждую минуту много литров крови становится лимфой. И каждую минуту много литров лимфы становится кровью. Они тут же перетекают в межклеточные пространства. Тут же перетекают в клетку и вытекают назад. В клетку они несут питательные вещества, из клетки они забирают. Что такое стеномозговая жидкость? Это та же самая лимфа, но тщательнейшим образом очищенная от микробов, от бактерий, от всего, чтобы, не дай бог, ни один вирус, ни одна бактерия, ни один паразит не проник в головной мозг. То есть это многократно профильтрованная через лимфоузлы жидкость. И когда мы думаем, что, например, кишечный сок, это нечто там, ну какая-то водичка, ничего подобного, это та же самая лимфа, но только в ней растворены уже пищеварительные ферменты. Что такое слюна? Это тот же самый кишечный сок, в котором уже больше ферментов первого уровня действия, и в котором находится мощнейший бактерицитный, потому что если в рот попало, мы кушаем все, что не приколочено, все, что двигается, булькает и переливается, пьем, поэтому если на пути не поставить мощнейший лизоцинный заслон, то в наш организм будет проникать все. Что такое желудочный сок? Та же самая лимфа, но с высочайшей концентрацией кислот. Для чего? Вот именно для того, чтобы уничтожались бактерии, вирусы, грибки, чтобы уничтожались яйца, глист, именно за счет вот этой кислой среды. И плюс, чтобы переваривалась пища. То есть мы не можем рассматривать кровь, лимфу, слюну, там, я не знаю, семенную жидкость. Что такое семенная жидкость? То есть та же самая лимфа, но только с наличием продолжения, так сказать, рода с молекулами ДНК. Все едино, все едино. И мы не можем говорить о чистоте крови, если у нас будет грязная слюна. И не можем говорить о чистоте мочи, если у нас грязная кровь, грязная лимфа, и, допустим, ход не того качества, какой нужно. То есть все едино, все едино. И как же мы должны беречь свой организм, как же мы его должны беречь, чтобы понимать, что все жидкости, все жидкости надо очищать. Вот представьте себе ситуацию. Вам говорят, а вы сколько раз в туалет ходите в день? Человек говорит, ну, сколько хочу, столько и хожу. А кто-нибудь замерял когда-нибудь, сколько человек выделяет жидкости? Замеряли. Вот литра до полутора. При любой погоде. Холодно, жарко, тепло, неважно. Полтора литра будь добр отдай. И если вместо полтора литра воды, которая должна промыть организм, нам поступает чай, компот, пиво. Вообще мужчины пусть сразу не обижаются, они знают, что большой живот не от пива, а для пива, да? Я поддерживаю. Но если через организм будет проходить три литра пива, то это должно быть три литра мочи. И, так сказать, нарушая эти законы, мы нарушаем все. То есть, не употребляя в организме воду, полтора своих чистых литра, мы нарушаем спинномозговую жизнь. Мы нарушаем кровь. Мы нарушаем гомеостаз лимфы. Мы нарушаем слезы. То есть, мы практически полностью меняем биохинизм своего организма. Никогда ничего в природе не было придумано специально для нас. Кто придумал кофе? Ну, растут какие-то кофейные лерны. Да, конечно, можно выпить чашечку кофе, никто не против. Но человеку по техническому заданию, так же, как в машине, бензин предназначена вода. И ничего больше. Меня очень часто спрашивают люди, а можно выпить литр чая и литр коралловой воды? Я говорю, можно, но смысл? Вы должны выпить полтора литра воды. Зачем вам чай? Зачем вам чайная заварка? Зачем вам этот лист, который обладает определенными свойствами? Мы про что сейчас говорим? Про то, чтобы взбодриться или про то, что очиститься? То есть, мы должны четко совершенно понимать, кто не выбивает в свои литр полтора жидкости, ну, извините меня, бензин мочится пепсиколой. Или тем, что близко к пепсиколе. И когда мы с вами будем говорить сейчас о крови, о лимфе, мы будем говорить уже не о воде. Мы будем говорить о том, кто там живет. Кто живет? Эйкоциты, эритроциты. Мы увидим их. Мы посмотрим, как они выглядят. Мы посмотрим, как они сражаются за нашу с вами жизнь. Все, что поступает в наш организм, растворяется в воде. Все бактерии, которые двигаются, они живут в этой воде. То есть, она для них является домом родных. Если взять стафилокук и высушить, он умрет. Поэтому наша вода внутриклеточная, межклеточная является для него лучшим местом жизни. И поэтому мы первое, с чего должны начинать наше, так сказать, жизненное пространство, это усиление кругооборота жидкостей в нашем организме. И это принципиальная совершенно позиция. На этой позиции, к сожалению, пока не стоят ни врачи, ни биохимики, ни микробиологи, ни стоят силосовы. То есть, вот стоит коралловый круп на этой позиции, причем мертво стоит. Мертво так вот, за стояли. Незыблемость. И это очень правильно. Потому что сколько надо энергии вложить в слова, чтобы человек в конце концов начал пить воду. Поднимите руку, кто полтора литра выпивает. Только честно. Честно. Вот. Ну не все, не все. Не все, 60%. То есть, вот когда все поднимут руки, когда это будет точно. Потому что то, во что вы верите сами, вы передаете дупликации другим. Как человек дуплицирует. Вот вы с ребенком разговариваете и начинаете с ним сюсюпать. И механизм вашей дупликации мозга, он автоматически настраивается на ребенка. Точно так же, если вы не пьете воду, то никто у вас не будет пить воду. Итак, первое, о чем мы поговорим, это кровь. Кровь это совершенно уникальная живая субстанция. Она является душой человека. Все говорят, где живет душа? Последние, самые последние исследования говорят, что все-таки душа это кровь. Потому что без крови человек не может жить вообще. Каждый отдельно взятый эритроцит. Кровь это жидкая часть, скажем так, движущихся магистральных потоков, по которым несутся миллиарды эритроцитов, несутся миллиарды лейкоцитов. Несутся факторы, которые способствуют, чтобы кровь внезапно не утекла куда-нибудь. В ней растворены все вещества. 28 аминокислот, 15 минералов, 70 пчелатных формах. В ней растворены ферменты, гормоны. И заодно кровь является самым любимым домом. Вот микробиологи знают, если нам надо вырастить культуру бактерий, мы всегда ее выращиваем на крови. Какие-то бактерии растут на мясном бульоне, но в основном бактерии растут на крови. Кровь это цель. Это цель всех вирусов, глистов, бактерий. Это цель всего мира параллельного нам. То есть они хотят жить за счет нашей крови, потому что кровь является суперэнергетической субстанцией. И существует всего 4 причины смерти в мире. Потеря кислорода. Человек умирает не от инфаркта, он умирает от того, что клетки сердца не получили кислорода, который развивается в результате потери влаги, превращения влаги в кислую среду, интоксикации организма и недостатка питательных вещей. Вот 5 причин смерти. Больше человек ни от чего не может умереть. Красные это эритроциты. Беленькие это тромбоцитики. Это не клеточные, это отщепление от клеток. И белые это белая кровь. Это еще не лимфа, но это наш иммунитет, это защитные факторы, которые нас спасают. Электронные фотографии, которые делаются в Америке. Эритроцит и эритроцит. Это главные компоненты крови. То есть эритроцит, он несет на себе энергию, а эритроцит защищает все, что мы, так сказать, у природы получили для того, чтобы жить. Эритроцит и эритроцит находятся в страшности, в силенных условиях. И у человека всегда находится 5,5 литров крови, ну от 4 до 5 литров. И мы говорим иногда, кровь густая. Что значит густая кровь? Приходит пожилой человек и говорит, у меня гемоглобин 160, 170. То есть не бывает пустой крови. Не бывает большого повышенного количества эритроцитов. Не бывает напрасных усилий организма, чтобы тиражировать в пространство лишние эритроциты. Бывает, что из крови уходит жидкость, уходит в сосуды, уходит из сосудов ткани, уходит в клетки, уходит в те места, где она жизненно необходима, головной мозг, щедовидная железа. И кровь как бы обессушивается, то есть она становится менее водной. Вот это и называют сущение крови. И когда мы берем эту капельку крови, мы смотрим там огромное количество эритроцитов. На самом деле их немного. На самом деле крови просто мало. Обратите внимание, сосуд при большом увеличении он, представляете себе, какой многослойный. Посмотрите сосуд. Это артерия. То есть он очень сильно многослойный. Весь наш организм состоит из крупных сосудов и переходит в мельчайшие капилляры. А стеночка капилляра несколько микронов. То есть это очень тонкая, проницаемая в две стороны мембрана. То есть мы вообще состреним в мембрану. Вот такие бывают перитроциты. Что с ним случилось? Ну его просто съели, попросту говоря. Эритроцит это самое вкусное, что есть в нашем организме. На лейкоциты тоже. На лейкоцитов тоже нападают. Но это, как сказать, уже особые враги. А эритроциты это то, что подвержено всяческим воздействием. И защитить их наша жизненная задача. Эритроциты бывают разные. Обратите внимание. Они бывают вот такие. Они бывают неправильной формы. Они бывают полностью пораженные микробами. То есть микробы, проникая в эритроциты, нарушается усущность, перенос кислорода. Они бывают каких-то аномальных форм. И один из самых лучших методов посмотреть, это все-таки темнопольный микроскоп. Это не лабораторная диагностика, когда нам говорят, у вас гемоглобин 130, лейкоцитов столько-то. Это количественный подсчет. А нам важна живая сущность крови. Нам важно посмотреть, как двигается эритроцит. Какая у него аура. Как двигается в его промежуточных пространствах между ним бактерии и вирусы. Лейкоциты и эритроциты ведут свою жизнь. То есть у них абсолютно, так сказать, уникальные условия. Кровь никогда не выходит за пределы своих сосудов. И она там находится в состоянии неслипания. То есть она должна свободно передвигаться по всем мельчайшим сосудам. И если, не дай бог, у человека, если взять его за руку, появляются синяки, это значит, что сосуды никакие. Это значит, что они рыхлые. И кровь мгновенно вырывается за пределы. В сосудах колоссальное давление. И чуть-чуть где-то тромб какой-то или препятствие сосуду, мы получаем серьезную катастрофу. Вот очень многие люди умирают от инсультов. Причем умирают во сне. Или, допустим, при каких-то неблагоприятных, погодных обстоятельствах. Абсолютно реально. То есть, когда человек спит, он в голову кладет не так, и подушка перекрывает у них от крови. Вот, пожалуйста, самые слабые сосуды, они в головном мозге. Потому что головной мозг, он самый рабочий орган, и туда нужно больше всего воды. То есть на втором месте стоит сердце, на третьем месте печень. То есть самый жизненно важный орган. Лейкоциты. Обратите внимание, лейкоциты совершенно другие клетки. Если эритроцит, до сих пор спорят, есть у него душа или нет у каждой кровяной клетки. Сейчас эзотерики, это те, кто использует и внутренние знания, и внешние, говорят, у каждого эритроцита есть своя душа. И на самом деле мы еще подойдем к тайным крови, потому что тайной крови на самом деле скрыт. Кровь имеет память. Она имеет генетическую память. То есть кровь помнит все, что было с поколениями, с десятками тысяч поколений людей, которые жили на этой планете. Лейкоцит – это абсолютно сознательная клетка. То есть она движется. Причем, вот как вы думаете, если, например, человек проколол палец, и у него возникло заражение, бактерия попала в кровь или нет? Нет, не попала. Это лейкоцит активно, выходя из сосуда, патрулирует все межклеточное пространство. То есть место работы лейкоцитов – это наша защита белой крови. Не только внутри сосудов. Они работают между сосудов. Они работают в каждом уголочке нашего организма. То есть они выходят, лизируют бактерии, лизируют вирусы и входят назад. Если они жизнеспособны, они дальше идут по крови и сбрасывают свои ядритоксины в печени. Если они слабые, они уходят в лимфу, движутся совершенно другими путями. Они поднимаются через лимфоузлы и выбрасываются в нож, через нос, через горло, через гортань, через бронхи, через легкие, через влагалища. А мы в это время говорим, «У меня что-то кашель, у меня что-то насморк, у меня что-то потекло из носа там, и еще откуда-то». То есть это все лейкоциты, которые как маленькие камикадзе японские. Они ценой своей собственной жизни, уничтожая бактерии, выделяют их наружу. Лейкоцит в капилляре может менять свою форму. Он не имеет нормальной формы. Он постоянно меняет свою форму. Он вытягивает щупальца. Он хватает этих бактерий. Он их проглатывает внутрь. Он их растворяет при помощи ферментов. И он ведет совершенно четкую защиту нашего организма. Все, что не я, никогда не будет в нашем организме жить. Человеку пересадили почку. Это совершенно другая молекула ДНК. Никогда чужую почку организм не признает своей. И всю оставшуюся жизнь, лейкоциты будут охотиться за этой почкой. Они будут ее кусать, они будут отхватывать у нее молекулы и расщеплять ее. И только гормонами можно убить лейкоциты. Все, что мы принимаем в смысле гормонов, это идет убийство иммунитета. То есть вот этих вот живых, активных защитников. Обратите внимание, как они выглядят. Это просто песня. Есть маленькие лейкоцитики, моноцитики. Это вот как Гитлер и Югер, да? Когда офицеров уже нету, на смену выходят курсанты. Вот обычные лейкоциты. То есть посмотрите внимание, вот эти псевдоподии, это те места, куда попадают бактерии, прибагничиваясь, проникая внутрь лейкоцита. Вот это лимфоциты. То есть это высоко специализировано. Это полиция нравов. То есть это клетки, которые следят за раковыми клетками, которые уничтожают в организме всех космических пришельцев. Те, которые настроены на грибов. И те, которые могут делиться. Обратите внимание, в момент атаки Т и Б лимфоциты многократно делятся. То есть они делятся со скоростью, которая, если бы вы с такой скоростью дуплицировались, вы были бы уже давно счастливы и богатые. То есть в момент опасности и тревоги они мгновенно делятся. Другие клетки, например, лейкоциты, вообще не делятся. То есть они собираются в нашем организме. Вот обратите внимание, лимфоцит, какое у него огромное нитро и маленькая тоненькая оболочка. Вот лейкоцит в процессе работы, то есть он бывает разный. У него бывает много ножек, бывает мало ножек. Посмотрите, как он светится. Рождение лейкоцита, дупликация. Самая обычная дупликация на воду. Если есть вода и питательные вещества, лейкоциты дуплицируются. Нету, они умирают от старости. Вот лейкоцит за работой. Обратите внимание, золотистый стабилоток, обратите внимание, обсеменение лейкоцита мелкими бактериями. И самая большая задача вирусов уничтожить лейкоциты. Их программа космическая. Вот, например, вирус СПИДа, мы вам его покажем. У него космическая программа уничтожить высочайшую звену иммунитетов и лейкоциты. Он не трогает никого. Ни моноцитов, ни бактерий, ни лейкоцитов, которые отслеживают глистов, паразитов. Он выбивает из обоим из самых высокоспециализированных лейкоцитов Т-лимфоцитов, которые обеспечивают противоракурую защиту. Поэтому больной умирает не от СПИДа, он умирает от блокировки иммунитета, он умирает от гриппа, от кишечной инфекции, от самых простых вирусных заболеваний, потому что он полностью теряет программу обеспечения. Обратите внимание, макрофаг. Это мусорный бак организма. Посмотрите на эти хвостики, посмотрите на эти рожки. Это золотистый 100 килограмм. Двумя руками, руки, вообще руки, обратите внимание, бонус проглатывает внутрь. У него нет такого ядра, как у лимфоцита, но у него огромные репосомальные аппараты, которые переваривают этих бактерий. И, по сути дела, нашли новое выделение из носа, из арта, откуда хотите, вплоть до слюны бактерицидной. Это является трупами вот этих вот мусорных баков, макрофагов. Дальше. Так, сейчас мы вам покажем небольшой фильм, маленький отрывочек из фильма. Вы посмотрите, как лейкоцит атакует раковую клетку. У каждого из нас с вами в день образуется до 100 раковых клеток. Это абсолютно точно доказано, да? И когда эти раковые клетки образуются, они меняют свою волновую характеристику. И лейкоциты единственные в природе, кто может уничтожить и опознать эту раковую клетку. Нет других способов борьбы с раком. Можно обучить, отрезать, можно покровить химией, но это неэффективно все. Неэффективно. Эффективно только возбудить свой иммунитет настолько, чтобы он захотел жить, чтобы он захотел бороться с этой раковой клеткой. Потому что только внутренняя полиция лимфоцитарная, лейкоцитарная способна остановить вот эту раковую интервенцию. Смотрите, то есть это совершенно уникальный фильм. Это мой любимый фильм «Загадка живой клетки». Мы покажем вам один маленький фрагментик из него. Сейчас вы увидите, что происходит в организме в период отторжения. Вот эти распластанные рогатые клетки чужаки. Чужие клетки в нашем организме. А это терроримфоциты. Смотрите, какая аура. Вот они. Вот терроримфоциты в контакте с чужой клеткой. А вот такая клетка. Видите? Космос. Бегут. Вот они протыкают. Смотрите, какие-то непринятные образы. Он уже работает. Распластанная клетка чужая. Вот это нормальная активность лейкоцитов. А не те толстые лейкоциты, которых мы видим на темнопольном микроскопе. Посмотрите. Это обноклеточное существо, которое несет на себе запас энергии, но практически светится. Вот чужеродная клетка. Вот она, убается. Они собрали ее с нынами. И они гибли до наших глазах. Вот они ее доедают. Посмотрите еще раз. Вот они. Вот это линка. С какой яростью они набрасываются на решенцах. Вот он, иммунитет действия. Иммунологи предупреждали хирургов, но их не послушали. Опасно переливать. Занимайтесь сыворотками от гриппа, говорили им. Но оказалось, что иммунные силы организма распространяют свое влияние не только на грипп и лоск. И противопорствуют не только пересаженным тканям и органам. Т-лимфоциты обороняют нас не только от внешних торжей. Патрулируя по всему организму, они зорко следят за другими клетками. Вот он, внутренний враг. Раковая клетка. Вот она делится, у нее два ядра. Посмотрите, что происходит в организме при встрече т-лимфоцитов с опухолевой клеткой. Видите, как прямо протыкает ее. Как его можно напугать? Чем? Да и он ничего не боится. Никаких туберкулезных приливов. У него своя жизненная программа. Он хочет быть сыном, отдохнувшим, энергичным. Вот появились т-лимфоциты. Вот там, вверху экрана, видите? Лимфоциты как будто бы кусают или протыкает раковую клетку. И как будто бы протыкает, а на самом деле протыкает. Смотрите, как меняет форму. Это абсолютное одноклеточное существо. Это нельзя даже назвать клеткой. Это просто космос. Скоро опухолевая клетка погибнет. Она начинает сокращаться. Это агония. У нее отобрали самое ценное, что у нее было энергию. Посмотрите, какие они активные. Можно это назвать клеткой? Это просто я не знаю, губик какой-то. Раз нервничался. Смотрите, как. Есть энергия относится, нет и умирает. Может быть, маленькие лимфоциты помогут нам справиться с этой страшной болезнью. А пока пока лимфоциты борются с опухолевыми клетками, они тогда успешны. И, наверное, они нападают на одни опухолевые клеты, а других не замечают. Почему? Ученые только приоткрыли таинственную завесу, которая окружена лимфоцитом. Приоткрыли и поразились неисчерпаемостью микромира. Хорошо сказали, микромир. Да это мы с вами. Чем больше мы усыдарем, на каждом элементе нашего пространства происходят такие космические войны. Ведь каждый из них проходит сложный путь развития. Зарождаясь в костном мозге, он переходит в тимус. Поэтому и называется он Т-лимфоцит. Но какие свойства он приобретает там и там, неизвестно. посмотрите на эти фотографии. В середине опухолевая клетка, а рядом лимфоциты. Что побуждает Т-лимфоциты к действию? Как помочь им активизировать свои силы? Нам известно около сотни признаков, по которым Т-лимфоциты отличают свои клетки от чужих. Но как отличают, мы не знаем. Удивительный мир клеток. Мы рискуем заблудиться в хаосе загадок, которые ставит перед нами природа. В нашем организме каждую секунду рождаются и умирают клетки. И пытаясь помочь себе, мы не должны забывать о целом, о гармонии разума, духа, тела, о естественном совершенстве, которым наградила нас природа. Об уважении к этой природе, о спокойствии и высшем нравственном долге в ее познании. Крайная дупликация. О, три лейкоциты образовались одновременно. Такое возникает при грибе. Вот это лейкоциты. Представьте себе, мы боремся всеми странами мира с раком. То есть мы боремся, надо бороться не с раком, надо бороться за лейкоциты, надо бороться за то состояние организма, когда он является здоровым. Мне очень нравится, безумно нравятся русские сказки. И когда вот моя любимая сейчас пословица, когда баба Игоцаревича говорит, перекрой мне крышу, бабка, ты что сдурела? Ты сначала добро молодца водой ключевой напои, потом в банке попай, потом нахорми, потом дай отдохнуть, а потом и дело спрашивай. А мы что делаем с ракомцитом? Мы его напугали туберкулезом, напугали полиэмилитом, напугали гепатитом В, новая инструкция, да? Мы ему пугаем всю оставшуюся жизнь, и когда он падает без чувств, мы говорим, боже мой, а где ты делся, родной? Да не будет у нас иммунитета, если мы таким бабским образом к этому относимся. На лейкоциту ничего не надо от нас, ему нужна только нормальная еда, ему нужна нормальная вода, ему нужна оптимальная кислотность и рачное равновесие вот в этих жидких текущих реках, чтобы он мог мгновенно перескакивать через стенки сосудов, чтобы хорошо работала лимфа, чтобы там не сидели паразиты, которые съедают эту лимфу, а скорее да помещаясь в лимфатический узел печени, развивается там, потом проникает в лимфатический узел легкий, и оттуда уже с кашлем вторично проникает и развивается. То есть у нас в стране нету как бы паразитов, у нас нету еще много чего, так у нас и иммунитета в стране нету, вот это уж точно. Это единственное, что у нас в стране нету, это ума иммунитета, и все остальное у нас есть на самом деле. И вот, что меня заставило об этом задуматься, я уже более 20, почти 25 лет работаю врачом конкретно, и как бы я тоже не с первого момента подумала, вода, там питание клеточное и так далее, но дистрибьюторы это совершенно петливые умы, и они задавали такие вопросы, на которые, так сказать, совершенно было невозможно ответить, ничего не читали. У меня есть любимый анекдот, тоцент, говорят, боже мой, у меня такие тупые студенты, ну понимаете, просто безумие. Я им раз рассказала, они не поняли, два рассказала, они не поняли, три раза рассказал, сам ведь понял. Они не понимают. До тех пор, пока я много раз не рассказала одно и то же, и пока рассказать, дистрибьюторы, как мы говорим, не начали задавать глупые вопросы, на которые нужно было давать умные ответы. Ничего не произошло у меня в голове. Одна дистрибьютор меня два года назад спросила, «Ульга Алексеевна, а где размножается кровь?» Я так долго думала, думаю, боже мой, а где размножается? Я говорю, в косном мозге. А она говорит, а где косный мозг находится? Я говорю, ну колени, локти, например, там, тазобедренные суставы, еще грудина, там, чуть-чуть постного мозга. Так умно ответила, так. А она мне задает второй глупый вопрос, «А что, если чем подрежать колени, локти и плечи, мне что крови не будет?» А где будет размножаться эритроциты, если ты для отрезать колени и локти у человека, например, да? А у меня совершенно так сказать, я думаю, да, что-то тут непорядок, надо пойти, значит. Почитала. Значит, ну так сказать, нормального ответа не нашла. И вот, значит, рассказываю, лечение анемии, это то. Говорю, чем вас лечат? Вообще, чем вас лечат, да? Печень кушаете? Кушаем сырую, да? Ну как это? Врачи рекомендуют. Вы что это? Не слушаетесь, да? Будем лечить или пусть живет, называется. Нельзя все очень сырую кушать, там находятся все яды. Значит, что еще кушаем? Гранаты, да? Ну, помогайте, что еще кушаем? Яблоки. Еще, допустим, там, гвоздь сосем. Некоторые говорят, надо в яблоко натыкать гвоздь, значит, и скушать это яблоко. Якобы там железо появится. А один смотрит, где степет, говорит, Ольга Алексеевна, а вот корова в жизни не едала яблок, печени. А пролище, говорит, не перекидать. А как она, собственно, так, а где у нее кровь рождается? Я думаю, боже мой, где же коровы-то кровь берется, если тогда она ничего этого не ест. Ни железо, ни яблоко. Вот это на эту воздействие. Думаю, ну надо же, вообще вопрос. И только это меня столько...